Доброе утро, уважаемые друзья! И сегодняшнее утро хотелось бы начать с поэзии. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Ну как что? Представиться в студии сегодня Алена Чурилина, Евгений Чурилина, а в гостях у нас Дмитрий Рябов и Кристина Кармолита, поэт и поэтесса, работники журнала Сибирские огни. Собственно, повод у нас сегодня какой встреч-то? Здравствуйте! Доброе утро, да. На самом деле начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе видеозаписи, видеопоэзии. Простите, Невидаль. Название такое интересное. Все правильно, да? Нигде не ошибся. Хорошо. Я хотел его назвать Леший. Потому что, да, хотелось какого-то такого сибирского колорита, ну вот там Леший. Но потом подумали, что Леший это могут воспринять как конкурс мистической видеопоэзии. Я предлагаю посмотреть видео и понять, что там Леший и Невидаль. Давайте разберемся. Видеопоэзии. Прошу вас, запустите, пожалуйста, ролик. Мы посмотрим, что же такое. А. Это первое и изначальное. Б. Это страшное и безначальное. В. Это что-то ненареченное. Г. Это что-то уже нареченное. И. Д. Тоже уже нареченное. Е. Мы назначим мертвым и синим. Ж. Мы назначим живым и красивым. З. Это будет лон и лиризм. М. Будет пакостный лик империализма. Н. Это нейтральное. И. О. Нейтральное, но и астральное. Н. Это нейтральное. И. О. Нейтральное и астральное. Но П. Это уже миллионов плеч. Н. Р. Друг другу прижатое туго. С. Это стройки в небо взмечено. Т. Это держа и вздымае друг друга. Это войт и гнёт. Ф. Что-то ломит рвёт. Х. Это сердце страдает томицей. И. С. Это сердце страдает томицей. Чей это сердце страдает как птица. А. А шея это сердце уже оттомилась. Чей это сердце в алмаз превратилась. И. Это ю. Подземная душная. И. Это ю. Неземная воздушная. Ю. Это ю. Подземная ясна. И. С. Это ю. Подземная. Я. Это ю. Подземная. Это был абсолютный победитель конкурса видеопоэзии «Пятая нога» нашего партнера Это главный всероссийский конкурс видеопоэзии В 2016 году этот ролик победил и в голосовании жюри, и в зрительском голосовании Его сняла и, к сожалению, забыла имя автора, фамилия Полякова, режиссер на стихи Дмитрия Пригова А вообще расскажите о конкурсе Что за конкурс? Мы поняли, я на самом деле, честно говоря, конкурс видеопоэзии Я представляла, что до простого снять с себя, наложить на музычку А здесь вот какой интересный может быть режиссерский хор Интересный, да, вот что-то где-то в задумках, какой-то осадочек И его начинаешь как-то шевелить и понимать, что это, почему это вызывает в тебе подобные вещи Расскажите вообще про жанр видеопоэзии, что это такое? Ну вот мне очень нравится определение видеопоэзии такого человека, который тоже занимается видеопоэзией Алексея Шукова из Москвы А видеопоэзия – это экранизация поэтического произведения Ну, собственно говоря, ну или попроще, это видео, снятое на основе текста поэтического Вот, если ударяться в историю какую-то, да, ну, я вот тут просто такую реплика в сторону Я участвовала в лаборатории видеопоэзии в рамках фестиваля «Слово нового» в Перми в 2011 году Вот, и там у нас в рамках лаборатории как раз вот мы обсуждали, что такое видеопоэзия Режиссеры нам рассказывали о том, что видеопоэзия, она в некотором смысле появилась тогда, когда появилось кино вообще И она не была изначально как какое-то видео на основе стихотворения Это было просто видео, которое само по себе является поэзией То есть в нем есть, естественно, те же самые Чтет, да? Нет, 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 никакого чтеца Видео, которое само по себе без всякого звука уже можно назвать поэзией То есть в нем есть композиция, есть ритм, есть даже какие-то, да, рифмуются друг с другом какие-то кадры, да То есть, собственно, вот все те же законы поэтического жанра, они в нем присутствуют И вот мы можем назвать уже эту поэзией Потом на советском телевидении это называлось кинозарисовка То есть идет что-то такое, и там музыка за кадром Да, а вот, ну, сейчас, конечно, принято понимать видеопоэзию, действительно, это видео, снятое по поэтическому произведению Но вот это изначальное понимание жанра, что видео должно само по себе быть поэзией, оно остается Вот в этом, как бы, частая ошибка авторов, что они считают, что вот снял себя на видео, и это уже видеопоэзия, все Ты, вот, вот, прочитал, ну, ладно На самом видеорежиме Получится, может, можно и так, можно, допустим, себя снять, и оно такое что-то выстрелит, и это будет видеопоэзия А можно наворотить гору режиссерских решений, и оно ей не будет Тут Да, это так уже Магия либо возникает, либо не возникает Я просто хотела рассказать про две основные ошибки, возникающие здесь Вот, да, одну, я уже сказала, декламативность, когда человек просто себя снимает Но это может стать действительно видеопоэзией, как, например, вот здесь есть ролик, но мы его не покажем Наверное, Алексей Горохов, тоже один из победителей видеопоэзии тогда еще В прошлых лет, да? В прошлых лет, да, конкурса «Зря» Вот, он просто себя снял на видео, но он так это читал, что просто все жюри дали ему приз, и потом еще в интернете он бешеную популярность заработал, и до сих пор он еще выступает в Петербурге и собирает залы То есть он очень артистично подает этот текст, который, скажем так, если его просто читать, он будет очень сомнительный с точки зрения поэтической, казаться, вот Но подача потрясающая Вот декламативность, когда нет этого какого-то решения, да, ошибка Ну, то есть просто передача текста сухая, да? Нет, есть еще некоторая магия голоса, я бы сказала, потому что есть, допустим, тембры, вот голоса именно, которые вот как-то вот... Он должен играть все равно, качать, да, внутри энергетика, как ни крути Да вообще, в любом случае, мы сейчас не найдем секрета, потому что у магии секрета нет, а это именно магия, ну так же, как любое творчество Ну да Как нет никакого секрета? А что мы будем рассказывать потенциальным участникам? Сидят, они такие думают, ага, сейчас они мне расскажут, что там в конкурсе, я хочу победить А, кстати, ради чего конкурс? Что получит победитель? Да А это секрет Ага, интрига Победитель получит прокат, в том числе на вашем канале Ну да, это один из, конечно, да, обозначенных в конкурсе Но вообще, как бы, призы пока у нас остаются такой тайной Ну и правильно, и правильно, пусть это будет сюрпризом Да, и я хотела вот сказать про вторую ошибку Вторая, да Значит, которая возникает при создании видеопоэзии Это иллюстративность, когда видео полностью копируют текст Например, в тексте звучит, там взлетает птица в облачное небо И полетела птица в облачное небо То есть это, конечно, может быть, если это как-то вообще решить и в конце как-то это все перевернуть и ты что-то там поймешь из этого приема Может быть, это все-таки можно сделать, но в основном это просто такая классическая ошибка Уважаемые участники, ищите свои режиссерские ходы сами Вот так, ну что вы, не мыслите штампами Я все-таки сторонник другого подхода На самом деле можно собрать все мыслимые и немыслимые шаблоны, и это будет прекрасно А можно сделать очень как бы неожиданно, и это будет плохо Магия Тоже верно Хотя, с другой стороны, можно сделать неожиданно, и это будет супербомба Ну да, да Может оказаться Об этом хорошо сказал Петр Мамонов, когда его спросили про фильм «Царь» после «Остера» Он сказал, что чудо не получилось Вот, собственно говоря, было прекрасное совершенно Прекрасное кино, профессионалами снятое, профессионально совершенно Но вот чего-то, ну как он сам перешло, не чувствуется Чего-то не сработало, вот магия вот эта самая не сработала Ну, не только о магии мы сегодня будем разговаривать, дорогие уважаемые друзья У нас вообще сегодня поэтический вечер, наверное Видеопоэзия, да, продолжается Ну и не переключайтесь, у нас небольшой информационный блок Доброе утро, уважаемые друзья И мы продолжаем сегодняшнее поэтическое утро Поэтическое оранжевое утро И у нас в гостях Дмитрий Рябов, поэт И Кристина Кармалита, поэтесса Мы продолжаем знакомиться с конкурсом видеопоэзии Невидаль Ну и, конечно, сразу вот Да, сразу вот Давайте видеоролик посмотрим От прошлого мне остаются не очертания, точки В микрокосмосе памяти больше всего созвездий Все меньше планет обитаемых тянутся мертвые строчки Ни капли в них жизни во мраке моих поэзий Я мерила шагом длину коридоров молчания Руками махала Вполне солидарно с борцами с мельницей Ко мне, как завтра, было близкое отчаяние И не было страха мне с ним Разминуться, не встретиться Так, можно, наверное, остановить и поговорить Что же это такое? Какое интересное! Вот я теперь поняла, что вы говорите Такая магетка! Я сижу, у него вот так вот мурашечки по мне бегают Ощущение, что я сижу на муравейнике Какое интересное решение Две близняшки, да И одна положительная сторона медали Вторая отрицательная Да, одна строит, другая ломает Что это такое? Близняшки вообще для кино и для театра Это находка Находка Да, если у кого-то есть братья-близнецы То для видеопоэзии, наверное, это самое то, я думаю, сейчас Можно призвать людей к этому Можно сделать что-то такое уникальное, интересное Близнецы Новосибирска объединяемся Ну, я не знаю, насколько это были близнецы Или это был один человек, как-то так вот снятый А это был один человек? Нет, это близнецы, это либо очень похожие, либо все-таки близнецы Нет, это были близнецы, видно, они очень похожи, но отличаются немножечко, ты не заметил? Чудеса мейкапа, ты мне же сама рассказывала Просто в авторах значится один человек, и, по-моему, она же автор, тоже опять я забыла имя, Калини Яченко Это тоже участник фестиваля «Пятая нога» 2013 года Но он как бы не победитель, но победитель фестиваля «Циклоп» Украинского видеопоэзии Вот, это украинский автор Только там модненькая штучка получается в видеопоэзии Конечно, более чем сейчас Ну, мне вообще кажется, что видеопоэзия в некотором смысле такое кино для народа Которое человек любой может просто снять эту видеопоэзию и состояться как режиссер В некотором смысле, все же хотят в творческом плане состояться так или иначе Кореализоваться Конечно, конечно Многие, да Вот у меня возник вопрос Это авторская работа Вообще на конкурс принимается То есть я автор, и я должна снять свое видео? Ну, или как? Или я не должна писать стихи при этом? Нет, не обязательно Скажем, вы можете взять стихотворение Пушкина У нас есть под это номинация классика Либо стихотворение любого сибирского автора Журнал «Сибирские огни» Да, про честь его снять Либо, скажем, у вас есть знакомый поэт, а вы хотите быть режиссером Сняли стихи знакомого поэта Там масса комбинаций, в общем-то У нас номинации классика, современность И Сибирь Сибирский автор А вы сами поэты Вот на ваши стихи когда-нибудь оделась видеопоэзия? Ну, вот Кристина Ну, я сама занималась видеопоэзией, да На свои стихи я ее снимала На одно, конечно, стихотворение Угу И вот каково это? Сначала донести до уха зрителя, а потом еще заставить увидеть то, о чем вы думаете И часто ли вообще, вот, как сказать Ведь очень часто бывает, во всяком случае, как в музыкальных клипах есть, да То, что мы слышим, не соответствует тому, что мы видим А здесь, получается, вы написали для того, чтобы человек слышал Вы видео, как это будете отображать? Другие где-то стороны воздействуют? Как это сделать? Вот это вот очень, опять мы возвращаемся к слову магия То есть я не могу это описать, как у меня возникали образы на стихи Стихи, я же не только на свои стихи делала, я делала на стихи других поэтов Как они возникали, эти образы? Ну, мне самой непонятно Приходили в голову, я прописывала это как сценарий Причем выглядел он очень смешно, когда я снимала видеопоэзию на стихи Кристины Бауэр Бывшего нашего новосибирского автора, она уехала сейчас Она попросила меня, а я снимала их вместе с ее молодым человеком Мне нужны были их руки Я снимала их руки в разных позах Вот И она у меня спрашивает перед этим Покажи сценарий Ну, хочет понять вообще, что будет происходить Она его прочитала, я вижу, полное стекло в ее глазах Просто вообще, она ничего не поняла, естественно, что это Я просто там описала Описала движение рук, как они будут двигаться У меня было объяснение для себя этого Почему они двигаются именно так Соответственно, сообразно тексту Как бы я относила это с текстом Но ей было совершенно это непонятно И ей, наверное, казалось, что это будет какой-то ужас-ужас Но потом она вполне себе была даже как-то... Наверное, в тот момент было понятно, когда уже человек увидел Когда она результат увидела, да, тогда она, в общем, нормально восприняла А до этого... Видеокартинка Вот так это делалось в 2000 каком году? В 2010 В 2010 Давайте поговорим, кстати, о высоком А в 1997 О боже, как это было давно 1997 Да, 1997 год В редакции газеты «Новая Сибирь» была такая полоса Нельзя ее назвать юмористическая, ироническая Пан-клуб, не панк, а пан От имени древнегреческого бога Пан, все Вот И там мы с Александром Васильевичем Ахавьевым Написали комедийную миниатюру для балаганов Она называлась Тарарах Шандарах То есть она была написана русским райком Посвящалась Тарантино и так далее И в один прекрасный момент мы решили ее снять У нас в редакции была камера Панасоник 3000 Если кто помнит такую камеру И вот мы за два воскресенья Нет, то есть за субботу-воскресенье На эту камеру Всем наличным составом Товарищей с привлечением стартовых пистолетов Кетчупа и всего остального Сняли такой минут Трешак, я так полагаю 14, да, такой трешак Показывали его в «Черной вдове» Если кто ее помнит Вот, это было первое такое явление видеопоэзии Потом в 99-м году на канале «Мир» была передача «Стиль 2000» Майя Шереметьева ее вела И там уже мы сняли вполне Такой себе, вот, может быть, предвестник видеопоэзии Мы его тогда называли «Поэтический клип» То есть стихотворение И какая-то иллюстрация Снимали в ресторане В ресторане? По-моему, закрылся уже Ну, в общем, у Вацлава И потом там немножечко хотелось сцену расстрела показать Босыми ногами в снегу Там эти шинели наброшенные на плечи Залп, вороны Вот это все Вот, это было начало видеопоэзии в Новосибирске Потом вот Кристина снимала уже дальше Руки Это как ты считаешь начало видеопоэзии Мы еще не знаем, что там в хрониках киностудии Возможно, возможно, оно там есть Но видите, как они отличаются То есть 2010 год – это уже все-таки может быть какой-то архаус, руки А 90-е – это вот тарарах, шандарах, кетчуп, вороны Если говорить про архаус, я бы не назвала свою видеопоэзию архаусом Ну, все равно она более спокойная Ну, она более спокойная, чем… Это не экшен Ну да То есть если говорить про архаус, это ролик, который мы, не знаю, не посмотрим, наверное В общем, на стихи Всеволода Некрасова Анна Толкачева сняла видеоролик Он тоже побеждал, по-моему, в пятой ноге Стихотворение, ну, такое специфическое Свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода Вот, собственно, все стихотворение И на эту поэзию такой своеобразный ролик Показывается хомяк, который крутится в колесе На одной стороне колеса написано «Свобода», на другой «Есть» И вот он крутится, крутится в этом колесе И у нее два варианта этого видеопоэзии Первый вариант – когда он крутится до бесконечности Второй вариант – когда он находит выход из этого колеса Выбирается оттуда, а там был прямо закрыт выход специально А он как-то вот прошурудил, нашел Это была такая неожиданность для самого автора видеопоэзии Когда хомяк нашел выход и выбрался из этого колеса Вот, то есть, свобода работает прекрасно Ну, то есть, поэзия в этом видео работает очень интересно и хорошо Как интересно! Но я напомню о том, что прием заявок продолжается У нас для участия во всероссийском конкурсе видеозаписи И потом 21 марта, то есть там до 1 марта прием работ Дальше работа комиссии И потом 21 марта в кинотеатре «Синема» Показ поднаграждения, показ победителей А в середине между этими двумя датами Ничего, что я так путанно выражаюсь Ничего, ничего В середине между двумя датами Я думаю, что ваш канал тоже зрителям покажет какие-то работы Ну, конечно Претенденты Причем в марте-апреле А сколько заявок, если не секрет, ну, не знаю, как-то вообще в принципе бывает Потому что это не первый год идет всероссийский конкурс Наш первый Наш первый Первый? Ну, в этом году решили объявить Если берут там, какие есть, вот сколько, например, сейчас Можно спросить, мы вот говорим, да Есть в этом конкурсе вершители, судеб чьих-то А судьи кто? Кстати, кто судьи, да Кто будет осудить? Разные люди Представители 49-го канала Представители кинозала «Синема», в котором у нас будет показ Представители журнала «Синема» Так, ага, Дмитрий И у нас партнеры Андрей Родионов и Екатерина Геропольская Руководители конкурса «Пятая нога» И сайры, понятно Молодые Ну, это уже Ну что ж, уважаемые друзья, я предлагаю вам попробовать поймать птицу счастья за хвост Поучаствовать в конкурсе и, возможно, открыть новые границы своего творчества А у нас в гостях сегодня были Дмитрий Рябов, поэт, и Кристина Кармалита, поэтесса Спасибо вам большое Также работники журнала «Сибирские огни» Вот, собственно, да Спасибо вам большое